Ты моя Мать А ветхий Строение 1948 года Ни разу за свою бытность Не ремонтировалось Обветшала колокольня Грузы колоколов Ей уже не выдержать А ведь строили этот просторный Замечательной акустикой храм Люди-сведущие И достоин он своего второго рождения Хоть и идет оно сегодня поэтапно По благословению правящего архиерея При освящении Швалукьяна При помощи благостроителей Уже заменена топительная система Осенью 2013-го Начат ремонт кровли Скоро украсят ее новые сверкающие купола Да и иконостас в храме будет новый Облагородил капитальный ремонт И церковную трапезную Нина Алексеевна здесь хозяйка Трудничает она в храме 30 лет Теперь вот с комфортом Все меняется в лучшую сторону Хорошо стало Мы начали работать тут вот В трапезной У нас ни воды не было Все холодная вода Мы в церкви таскали сюда Варили как попало А сейчас уже у нас Усовершенствовалось все С благословения владыки Мы совершаем сейчас ремонт храма Ремонт территории Благоустройство территории храмовой Вот уже поставлены новые кованые ворота Дом отремонтирован Причта И сейчас ремонт храма Со времени своего основания Храм именовался Свято-Троицким В честь стоявшей В революционных лет На городской рыночной площади Церкви Сожженной в 1932 году По окончании Великой Отечественной войны Городские власти По просьбам верующих Согласились отстроить новый храм Но вдали от центра города Нина Артемьевна помнит Когда строительство храма Ходила с мамой на домашнее богослужение Верующие сами молились Читали духовные книги А у нас семья была верующая И все иконы ставились такие вот старинные Ну мне досталось только две сейчас Потом выстрелился храм Ну и до сих пор я все время хожу Все время верила Все время читала молитвы А время-то какое было В школу ходила В школе не дай бог было Сказать за Бога что-нибудь Тут тебя я смею Накажут и все Когда строили храм Я была Это девушка еще Ходили наши родители Ходили Постоянно мы Знаю это было 60 лет назад Этому храму Как построили Ну и икона наша Скорая послушница Появилась Сразу же Как построили храм И от нее были чудес Это великая святина Нашего храма Я часто к ней прибегала Оно очень Это и Однажды мы читали Акахис От горопослушницы И Это читала Регенша Любовь Мокрова И Певча Александра Прихожан Было Человек Пять Не моли Можем Четыре Мало Когда читали Акахис Прочитали И одна Прихожанка Наша Говорит Говорит Мы Я видела Говорит С алтаря Вышла Матерь Божья Скоро Послушница Мы Не передали Значения И Думаем Да Она Мало Что Говорит Но Было Это Лето Засуха Большая Была Не было Долго Луча И Сразу Окончили Акафис Пошел Дождь Дождь Сильный Пошел Ну Благодарили Ясно Что Мы тут Рады Были Благодарили Образ Божьей Матери Скоропослушница Главная тайна И достояние храма Приходят И спрашивают Где у нас Находится Скоропослушница Мне очень Это нравится Мне очень Поддерживают Потому что После службы Они видимо Опознали Что это надо Подходить к ней И брать Ее благословление На все дела Икона Это Источник чудесной Своевременной помощи Для молящихся Перед ней С верою А этих свидетельств Скопилось за годы Немало Эта назрела Икона Она благословенная Богом И Божьей Матерью Она вот Является Нашей чудотворной И местно чтимой Для нас Это событие Большой важности Так как В нашей епархии В нашем городе Достоинств Такой чести Иметь Такую святыню Многие годы Прихожане Рассказывают О том Что Совершаются По молитвам Перед иконой По милости Божьей По молитвам Божьей Матери Совершаются Взличные Чудеса И благодатная Помощь По благословению Правящего архиерея Епископа Лукьяна Свято-Троицкий храм В 2013 году Был переименован В честь иконы Божьей Матери Скоропослушница И причтен К Белогорскому Подворью Свято-Троицкого Мужского монастыря Служу я здесь Недавно Еще нет года Практически Но так получилось Бог благословил Что за время этого года Обрели такую святыню великую Благодаря нашему архиерею Владыке Лукьяна Так получилось Что иконочка Как уже сказали Наши прихожане Известна Практически От времени Основания храма Но так случилось Что наверное Может быть По незнанию Либо как-то По каким-то другим причинам Но она оказалась Как бы Закрыта другими иконами То есть была Ненавиду долгое время Но Владыка Лукьян Как-то приехал к нам Служить Литургию божественную И когда ее увидел Сразу Из-за иконочек Которыми она была покрыта Сверху Сразу сказал Что освободите ее Это же икона Афонского письма Словно скромно укрывалась Святыня За другими ликами Ее освободили из киота И на тыльной стороне Увидели подтверждение Словам Владыки Ну вот согласно Данной надписи Которая содержится На обороте На тыльной стороне Иконы Нашей Пресвятой Богородицы Написано Что сияй святая икона Писана и освящена На святой горе Афонской Иеромонахом Михаилом 30 января 1906 года Раскрылись Некоторые тайны Афонского мастерства Икона Написана По сусальному золоту Кипарисовые доски Стянуты скрепами Во избежание Рассыхания дерева Уже не узнать Где и как Сберегала себя Святыня От безбожной власти Прежде чем Пришла в храм Благословлять И спасать от бед Верующих В ее святое Заступничество Привели меня в храм В 90-м году Из-за большой болезни Вот я умирала Вот И я молилась Божьей Матери И просила ее Что поставила Она меня живой Потому что У меня был еще Маленький ребенок Ему было 7 лет Всего Ему надо было Идти в школу Вот И мне казалось Что если я умру Останется Его только все Будут обижать Я просила Чтоб Матерь Божия Оставила меня Чтоб я Его смогла Вырастить И выучить И он вырос Закончил школу И поступал В институт И я молилась Божьей Матери И говорила Я больше не могу Ему ничего сделать Возьми его И помоги ему И вот он Учился В военном училище И говорит Как трудно было И вообще Говорит Постоянно Говорит Как все равно Надо мной Кто-то был И смотрел Когда читаем Акафист Там очень много Рассказывается О том Как этот образ Был прославлен Про трудника Афонской обители Монастыря Дахиар Который Неблагоговейно Обращался С этим образом И Богородица Наказала его Немножечко Двумя недугами Но исцелила По его молитвам И люди обращаются На гедаи И в болезнях В общем само название Скоро послушницы Говорит о том Что Пресвятая Богородица В данном образе Очень любит Отвечать на молитвы Именно людей Которые Действительно Чувствуют нужду свою В помощи Божьей И поэтому Люди в самых разных Нужных обращаются Приходят То есть и просто Помолиться И на Акафисты Приходят на богослужение И уже стало Доброй традицией Такой Служить регулярно Акафист Пресвятой Богородицы День Божественной Литургии Поэтому получается По благословению Владыки У нас 5 дней в неделю Служится Литургия Божественная И Все 5 дней в неделю Мы служим Акафист Пресвятой Богородицы Скоропослушница Много образов И имен У Пресвятой Делы Словно особое обетование Кроется за каждым из них Она и милующая И испорочница грешных И испарительница хлебов И вот Скоропослушница Скоропослушница Является Она источает Прихожанам Которые приходят Просят у нее Излечивает людей Скоропослушница Является Как бы Даром Божьим У нас в храме Благодаря этому Мне кажется И наш город Здесь в данный момент Находится Как бы стоит И Прихожане Приходят Молиться Этой скоропослушнице Пришла В храм По-настоящему Вот буквально Ну как 30 лет можно ходить Да А по-настоящему Вот недавно Только прийти Господу И Прийти Все источающие От нее Как бы Благо Да Я это чувствую Я прихожу Каждое утро Молюсь Становлюсь на коленке Вот И прошу Через болезнь Я пришла Тоже по-настоящему Обычно Люди Которые Приходят Сюда Просят У нее И от нее Исходят Такие Благо Мы молимся Ей Услыши Скоро Смиренную Молитву Мою И поверь Нашей Скоро Услышат И скоро Поможет Ведь К пустому Колодцу За водой Не ходят Всех Сердечно Приглашаю В город Белогорск Помолиться У нашей Чудотворной Иконы Попросить У Господа Бога Божьей Матери Помощи Укрепления Духовных Душевных Телесных Сил В наше Непростое Время Когда Нужно Уметь Не подпадать Под влияние Взличных Сил Зла И искушений Нам нужна Как никогда Божья Помощь Благодать И молитвы Божьей Матери Мне больно И горе Снов На помощь Опять Призывай Божьей Тебе